Толкование Блаженного Феофилакта Болгарского, Евангелие от Марка, 13 глава. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его, «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Иисус сказал ему в ответ, «Видишь все великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Леонской против храма, спрашивали его на дине Петр, Яков, Иоанн и Андрей, «Скажи нам, когда это будет и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Поскольку Господь много говорил о запустении Иерусалима, например, «Оставляется вам дом ваш пуст», то ученики удивились, что столь величественные и прекрасные здания должны погибнуть, и потому показывали ему столь поразительное благолепие храма. Но он предрекает, что, тем не менее, всего этого не останется, даже камня на камне. Против этого некоторые говорят, что много уцелело остатков от древнего города Иерусалима, и таким образом пытаются представить Христа лживым. Но это напрасно, ибо если и сохранились некоторые остатки, что, впрочем, несправедливо, то до всеобщей кончины не останется камня на камне. Впрочем, истории свидетельствуют, что Элий Адриан раскопал самые основания города и храма, так что через него исполнилось пророчество и о том, что не останется камня на камне. Когда же Господь сидел на горе Леонска, к нему подошли ученики, спрашивая, когда это будет? То есть, когда исполнится предреченное Иерусалиме? А он, прежде ответа на их вопрос, утверждает их ум, чтобы не соблазнились. Ибо при начале бедствий в Иудее явились люди, называвшие сами себя учителями, поэтому и говорит Господь, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Отвечаемый Иисус начал говорить, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я. И многих прельстят, когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать судилища и бить в синагогах, и предправителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Многие придут таковы, например, были Иуда, Галилеянин и Февда, кои выдавали себя за помазников божих. Услышите, говорит о войнах, это те войны, о которых Иосиф в плаве повествует, и которые были перед разрушением Иерусалима. Иудеи в то время возмутились и перестали платить дань римлянам. А разгневанные римляне пошли на них войной, делали постоянные нападения. Но это ещё не конец Иерусалима, ибо римляне ещё оказывали человеколюбие. И не одни воины были, но и другие богом посланные казни, голод и землетрясения, которые ясно показывали иудеям, что сам Бог ведёт с ним брань. Всё же это было только начало болезней, то есть предстоявших им бедствий. А вы, говорит, берегитесь, ибо вас будут предавать в судилище. Благовременно вводит речь о них, что их будут предавать в судилище. Это для того, чтобы от общих бедствий они получали некоторые утешения в своих собственных бедах. Но когда Господь сказал пред правителями царями поставить вас за меня, то и этими словами он преподал немалое утешение ученикам именно в том, что они будут страдать ради его. Для свидетельства перед ними, то есть чтобы быть им безответными и видеть своё осуждение уже в том самом, что истезуя вас, они не могут преодолеть истины. А чтобы ученики не подумали, будто беды и скорби воспрепятствуют проповеди Евангелия, где Господь говорит, что во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие, а потом уже предан будет запустение Иерусалим. А что действительно Евангелие проповедано будет всюду, ещё до разрушения Иерусалима, послушай Павла. «По всей земле, говорит он, прошёл голос их, и до предела вселенной славы их». Послание к римлянам, 10 глава, 18 стих. «Это обстоятельство послужило к большему осуждению иудеев, то есть, что проповедь распространилась всюду, ещё прежде разрушения Иерусалима. Ибо видя, что проповедь сия в краткое время распространилась по всему миру, они должны были признать в этом силу Божию, покаяться, таким образом избавиться от бедствий, но они не вразумились, потому и осуждению тем большему подвернуться». «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперёд, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано, будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Преда же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя моё, претерпевший же до конца спасётся». Действительно, прежде, нежели наступила решительная брань, римлян с уйдеями, чего не потерпели от них апостолы, булочи преданы на судилище и введены к царям. Ироду, Агриппе и Нерону, но вы, говорит, не заботьтесь наперёд, что вам отвечает тот самый час. Дух Святой даст вам, что должны вы будете говорить, при этом предсказывает им и то, что всего хуже именно, что они будут преследуемы и от своих домашних. Говорит же это для того, чтобы они, слышась о сём, предварительно приготовлялись к напастям и впоследствии могли легко приносить их. Далее следует утешение. «Ради меня, — говорит, — будете ненавидимы. Это самое великое облегчение в несчастье». Великое также утешение заключается в том, что претерпевший до конца спасён будет. «Когда же увидите мерзость запустения, речённую пророком Данилом, стоящего, где не должно, читающего, да разумеет, тогда находящиеся вудеи добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращаясь и назад взять одежду свою, горе беременным, питающим состами в те дни. Под мерзостью запустения, разумеется, статуя того, кто подверг город Иерусалим запустению, ибо мерзостью называется всякий идол. Мерзостью запустение названо, потому что его поставили внутри недоступного святилища храма, когда Иерусалим был взят, и через это подвергся запустению. Впрочем, ещё Пилат внёс ночью в храм изображение Кесаря. И через то был виной великого мятежа в народе. И с этого времени начались и войны, и запустение Иерусалима. Тогда находящиеся в Иерусалиме добегут в горы. Хорошо сказал находящиеся в Иерусалиме. Все вообще, они апостолы, ибо апостолов не было тогда в Иерусалиме. Но, как сказано, они ещё прежде войны были изгнаны из Иерусалима. Или лучше сами ушли из него, получат движимый Духом Святым. И так добегут оставшиеся в уйдеи. А кто будет на кровле, пусть ни за чем не возвращается дом свой. Рад должен быть и тому, если спасётся, хотя ногой. На горе будет тогда, но горе будет тогда жёнам, имеющим детей, и беременны. Почему? Потому что первые, имея детей, и будучи удержимой любовью к ним, не могут убежать. Да и во чреве, имеющим, неудобно будет бежать по причине бремени и чревоношения. Но я думаю, что здесь указуется на детоедение, ибо осаждаемые иудеи во время голода поднимали руки даже на детей своих. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой. Ибо в те дни и будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог. Даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Если бы бегство случилось зимой, то трудность времени препятствовала бы желающим бежать. И вообще скорбь будет тягчайшая из всех когда-либо бывших, имеющих быть. И если бы Господь не сократил тех дней, то есть если бы скоро не окончил войны римлян, то не спаслась бы никакая плоть. Не осталось бы ни одного иудея. Но ради избранных, то есть уверовавших из евреев, имеющих уверовать последствия, война кончилась скоро. Ибо Бог, предвидя, что по пленению многие из евреев уверуют, ради всего не попустил до конца погибнуть иудейскому народу. Но можно, разумеете, это и в нравственном отношении. Так, в мерзии запустения есть всякое помышление сатанинское, стоящее на святом месте в разуме нашем. Всем том случае, находящиеся в уйдеи, добегут в горы, то есть исповедуясь, пусть восходит на горы добродетелей. Иудеи значит исповедание, проповедь, а кто стоит уже на высоте, пусть не сходит с нее, ибо когда какой-либо страстный помысл станет нас, тогда она лежит посредством исповеди. Спешить на высоту добродетелей и не сходить сей высоты. И делающий добрый, пусть не возвращается взять прежнюю совесть, ветхую одежду, в которую он совлекся, горе же бегущему зимой, ибо должно нам бежать от греха с теплотой, то есть с покаянием, а не с холодностью, неподвижно, что означает бегство зимой. «Тогда если кто вам скажет вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы, лжепророки дадут знамя и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных, вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все, но в те дни после скорби то и солнце померкнет, и луна не даст света своего и звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются, тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках, силу и многое и славу. Господь кончил речь о Иерусалиме, далее начинает говорить о пришествии Антихриста, слово тогда надо бы разуметь не так, что когда начнет сбываться вышесказанное о Иерусалиме, тогда не верьте, если кто скажет вам вот здесь Христос, но знай, что это есть особенное свойство Писания, так евангелист Матфей, сказав о Рождестве Христом, говорит, в те дни приходит Иоанн, в какие дни? В теле, которые непосредственно следовали по Рождестве Христовым, нет, но неопределенно, так и здесь Христос говорит, тогда не прельститесь, то есть не в то время, как опустошен будет Иерусалим, не во время пришествия Антихриста, не прельститесь, говорит, и многие станут называться именем Христа, дабы соблазнять и избранных по пришествию же Антихриста вся тварь изменится, звезды померкнут от предизбытка света Христова, и ангельские силы поколеблются, то есть ужаснуться, смотря на такой переворот в мире, и видя сарабов своих судимыми, сарабов своих судимыми, «И тогда ты узрит Господа как Сына Человеческого, то есть во плоти, ибо, видимое в Нем есть тело Его, но хотя Он придет и в теле, и как Сын Человеческий, однако силу и многу и славу, и тогда Он пошлет ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба, от смоковницы возьмите подобие, когда ветви все становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето, так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях, истинно говоря, не придет род сей, как все это будет, в небо земля придут, но слова мои не придут, видишь ли, что и Сын посылает ангелов, как и Отец, где же те, кои говорят, что он не равен Богу и Отцу, а ангелы же придут тогда для того, чтобы собрать избранных, которые, быв фасхищены на облаках, должны будут таким образом встретить Господа, а что я говорю, продолжает Господь, это можете уразуметь из примера смоковницы, как смоковница, покрывшаяся листьями, показывает, что близко жатва, так и после скорбного времени антихристова, непосредственно последует второе пришествие Христова, которое для праведных будет точно, как жатва после зимы, а для грешных после жатвы. Истинно говорю вам, не придет род сей, то есть род верных или христиан, как все это будет, все сказанное Иерусалиме и пришествие Антихриста, Господь говорит здесь не о роде апостольском, ибо апостолы не продолжат жить до кончина мира, многие из них не дожили до разрушения Иерусалима, значит, родом сим именует здесь род христианский, утешая таким образом апостолов, дабы они не подумали, что при столь тяжких бедствиях вера может быть совершенно оскудеет. Господь говорит, дерзайте, не придет род верных и не оскудеет, скорее придут небо и земля. Это непоколебимые, по-видимому, стихии, нежели слова мои в чем-либо не исполнятся, ибо все, что я сказал, будет. Одни же том или часи никто не знает, ни ангела небесной, ни сын, но только отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время, подобно как бы кто, отходя в пути, оставляя дом свой, дал слугам своей власти каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать, и так бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пене петухов, или поутру, чтобы придя внезапно не нашел вас спящими, а что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте. Желаю удержать учеников от любопытства о последнем дне и часе, Господь говорит, что ни ангел, ни сын не знают о всем. Если бы он сказал, я знаю, но не хочу открыть вам, в таком случае он опечалил бы их. А теперь, когда говорит, что ни ангелы, ни я не знаю, он весьма мудро поступает, совершенно удерживает их от желания знать и докучать ему. Это ты можешь понять из примера. Малые дети видят, что ли, в руках отцов, часто просят у них, и если отцы не хотят дать, они, не получая просимого, начинают плакать. В таком случае отцы обыкновенно скрывают от них вещь, держимую, в руках, и показывают детям пустые руки, удерживают их от слез. Так и Господь, поступая с апостолами, как с детьми, скрыл от них последний день. Иначе, если бы сказал, я знаю, но не скажу, они воскорбили бы, что он не хотел им сказать. А что Господь знает о последнем дне и часе, это очевидно, ибо сам он веки сотворил. Как же ему не знать того, что сам сотворил? Притом и для пользы нашей Бог вскрыл кончину жизни как общей, так и каждого из нас в частности, дабы мы при неизвестности кончины не пристанно подвязались, ожидая ее и страшась, как бы она ни застала нас не готовых. Но рассмотрим и с другой стороны сказанное вечером настанет конец, когда кто умрет, состарившись, в полночь, когда кто достигнет средины века, в пене петухов, когда начинает раскрываться в нас рассудок, ибо петух означает рассудок, пробуждающий нас от сна бессознательности, а потому, когда отрок начинает действовать рассудком, и понимать, тогда в нем гласит, как бы петух. Наконец, утро означает совершенно детский возраст, и так всем нужно помышлять о конце жизни, младенец ли есть, и о нем должно позаботиться, чтобы не умер некрещенным. Заповедует же Господь всем вообще и мирским людям, и отшельникам, и так мы должны бодрствовать и молиться, исполнять и то, и другое, ибо многие, хотя бодрствуют, но приводят ночи не в молитве, а в худых делах. Заметьте то, что Христос теперь не сказал, я не знаю, когда наступит время кончины, но не знаю, ты бы ради нашей пользы скрыл это время. Если мы и при неизвестности кончины враждуем друг против друга, то чего не сделали бы, если бы знали время кончины, тогда все время жизни до смерти мы проводили бы в крайне худых делах, и в последний день, изъявляя раскаяние, впали бы еще в худшее состояние. Вот мне показалось очень странным, когда я читал объяснение блаженному Феофилакту Болгарского толкования последних слов евангельских, где он пишет «Младенец ли есть, и о нем нужно позаботиться, чтобы не умерть некрещенным». Слушая лекции профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова, я как-то обнаружил несоответствие с высказыванием многих святых о крещении малолетних детей, и в частности Кирилла Русалимского, и я обратился к профессору с вопросом «Думай, что здесь ошибся сам святой Феофилакт». Дерзнул, так сказать, найти ошибку святого. Алексей Ильич мне написал, что его, это высказывание не соответствует догматическому учению церкви о крещении. Вот так вот, как бывает в жизни. Помоги, Господи, нам всё это осмыслить и понять. Спасибо. Спасибо. Спасибо.